Характерный стук мяча и веселый шум теперь слышен с новой баскетбольной площадки, которая открылась в школе-интернате номер один совсем недавно. Теперь здесь практически каждый день учатся обводить соперника и, конечно же, тренируются, чтобы забивать голы. В баскетбольную игровую зону площадью 420 квадратных метров установила компания «Стартстрой». С просьбой помочь в восстановлении игрового поля к этой строительной организации обратились руководство школы-интерната и люди, неравнодушные к судьбе этих детей. Через несколько дней подрядчики приступили к работе. Сделали новые основания, асфальт-бетонные, ровные, нивелированные, чтобы и вода, и все остальное, так сказать, не задерживалось. Положили резиновое покрытие, разметку нанесли, щиты поменяли на новые, то есть все у них здесь, так сказать, по нормативам НБА, так что пусть тренируются. Сами видите, ребята такие готовые практически под баскетбол и рост, и все остальное. Получается у них красиво. Воспитанники школы-интерната и раньше вели красивую игру, но травмоопасную. Там был асфальт, то есть камни, можно было пораниться, разбиться, то есть ссадины получительные. Новая площадка стала местом единения для учеников этой школы и 13 воспитанников 8-й школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Последнее образовательное учреждение нуждается в ремонте. Оттого детям и пришлось переехать. Общие события и спортивные игры сближают, говорит Антон Калмыков, который еще месяц назад жил в другом интернате. Привыкает к новому дому и Алексей Латашов. Он с нетерпением ждет, когда появится футбольная площадка. Этот командный вид спорта интересует его больше 10 лет. Недавно своим футбольным фристайлом Леша решил завоевать интерес подписчиков. Беспощадное прощание со старым спортсооружением. Во дворе специальной школы-интерната номер один демонтируют возрастные футбольные ворота. На их месте установят современные штанги и перекладины, которые будет защищать вратарь. Новые имеют удивительную конструкцию. Они съемные. То есть на протяжении всего летнего и весеннего-осеннего периода можно ими пользоваться. А зимой, когда они не очень нужны, можно заносить их куда-то в здание и они будут нормально с охранностью. Строители обещают, ворота со съемной конструкцией честно прослужат лет 10. Основания для штанг глубоко закапывают и заливают цементом. Рядом останавливают скамейки, а будущей весной на вытоптанном участке земли уложат настоящее поле для мини-футбола с искусственной травой. Новую спортивную площадку подарил мини-футбольный клуб «Торпедо», который планируют устроить встречу своих профессиональных игроков и воспитанников школы-интерната. Прикоснуться к мастеру, сказать, что он такой же человек, как ты. Если ты будешь тренироваться, будешь развивать свои навыки, будешь просто вести здоровый образ жизни, то ты просто станешь нормальным гражданином, хорошим человеком. Это мы даже не представляем, насколько лет вперед у детей закладываются эти базовые установки. Поэтому, в общем, даже не надо оценивать. В школе-интернате совсем скоро появится площадка для занятия скейтбордингом. Сейчас проходят предпроектные обследования. На этой неделе Министерство спорта Нижегородской области планирует заключить контракт со столичной компанией на поставку и монтаж скейт-парка. В планах установить на зеленом пустыре рампу длиной 14 метров и шириной 7 метров. Чтобы детей оторвать от погубных привычек, надо вовлекать в такой спорт, где они могут общаться. И это недорогой спорт для жителей Нижегородской области, вообще для молодежи. Наши дети всегда были спортивными. Мы неоднократно занимали призовые места даже на всероссийском уровне. Поэтому то, что у нас делаются новые спортивные площадки, это очень хорошо. Это хорошо для двигательной активности детей. Это хорошо для подготовки к спортивным соревнованиям. С таким количеством новых спортивных сооружений, мотивацией и тренировками победы не заставят себя долго ждать. Александра Шеломцева, Михаил Городников. Время новостей.